всем привет мы продолжаем проходить медиум значит по заданию нужно мне попасть в какой-то красный дом найдите красный дом но мне мешает тут какие-то ограды нужно здесь все смотреть и решить какую-то маленькую головоломку так нужно запустить вот это вот воспоминание наверняка но сначала его нужно зарядить напишет искра слишком слаба впитать ее не выйдет так будто чего-то не хватает а то давай осматривать по чуть-чуть ну что ричард мы наедине давай-ка болтаем эй эй он тебя совсем сломал да никто другой так бы не сумел значит он и к ричарду пытался подобраться но не знал что его уже не дозовешься хорошо это первое воспоминание надо побольше одного маловато вот еще одно предмет один валяется то что такое у нас пачка сигарет такому работяге как вы наверняка требуется перекур вы фрэнсис да простите кто вы такой просто человек привыкший поступать правильно можно сказать я патриот а вы патриот фрэнсис патриот что-то мне подсказывает что тебя называли совсем иначе еще одно воспоминание готово так тут пусто тут пусто но вот здесь может быть что то есть почему надо внимание обращать на оба экрана не ничего тут нет ладно пойдем сам дом но этот домик что у нас тут лошадка давай девочка ты не это ищешь простите но папа запретил мне говорить с незнакомыми людьми это правильно он тут управляющий верно не знаешь где он мне нужно с ним поговорить уходите а то я закричу умная девочка это все какой-то педофилии попахивает томас ты был здесь это твой дом вот это 27 июля 1983 года дело близнецов расследование продвигается на лекович кажется начинает что-то подозревать надо торопиться сегодня или никогда итак они знали о томасе но что именно они знали и кто такие эти они мотоцикл о юнак кто-то любит классику здесь ну на нем ничего осмотреть нельзя дальше давай пройдемся чемодан вот и говорим это была твоя идея нет она они уже нас на хвосте тот ублюдок тоже из них точно тебе говорю ладно давай проверим сколько рассветет а скоро рассветет из них от кого ты прятался томас так у нас вот здесь подвале что то есть это не подвал это под двигателем что то есть как бы его поднять под двигателем есть ручка но это двигатель скорее всего нет не работает без электричества питания нет логично эту ручку надо получается приделать вот сюда под домкрат потом понять точно сможет но сперва нужно найти рукоятку бана вот еще какой-то предмет кукла это пока неизвестно для чего ну что то с ней надо сделать дождя если мы ее объединим нет может ее разрезать тоже нет нет она принципе в этом подвале все вот там на второй этаж надо как-то пробраться я посмотрим как надо в астрал входить окей в астрале у нас получается еще один путь есть крыши слезть здесь есть что то ничего полезно получается чтоб это питание для двигателя запустить надо зарядить воспоминания ну да план продлим себе немножко путешествие давай сбегаем куда-нибудь куда-нибудь понятно тупик вот здесь можно что то сделать подожди а в астрале у нас есть сюда проход нет да астрал то не тоже не резиновый и все по идее ладно давай я возвращаюсь еще раз короче в гараже у нас делать нечего здесь тоже вроде ничего особенного ну давай попробуем подняться вот сюда по лестнице вот мне по факту вот в этот дом надо но вот эти вот воспоминания почему-то не работают а дух этого дома так и не перестал гореть ладно пусть горит чтоб что-то огня не вижу вот у нас тут есть воспоминание какое-то есть еще по моему да вот одно вот еще здесь воспоминание а я сейчас исчезну да возвращаемся так а почему она не может слезть не как почему-то я слезть могу только в астрале давай разбираться там причина тут какая-то определенная последовательность действий нужно а только конкретно непонятно пока что они от меня хотят да не прийти больше не подойти я горю каким-то невидимым пламенем вот здесь ракурс камеры меняется вот здесь ракурс камеры меняется да бежать далековато да бежать далековато и особо не видно даже куда ну вот тут тут дик в принципе все и конец а все я растворяюсь все я растворяюсь что же делать то в принципе предметы которые есть я уже увидел куклу куклу третью положить куклу точно ой воспоминания восстановились давай сфокусироваться нет на сфере на на мире духов заряжаемся хорошо теперь в астрале нужно залезть на второй этаж это куклу не заметил сразу конечно давай астрал пойдем вот сюда заряжаем двигатель и все в принципе подожди вот тут надо это сделать поточнее немножко оп отлично возвращаемся теперь сюда идем в центр гаража запускаем двигатель поднимаем рукоятку предметов уже новых никаких черт долго он не работает слишком нестабильный тогда мы ее оставляем вот тут а этой бежим по короткому пути кстати не зря тут дверь открыта давай побыстрее надо это сделать надеюсь у меня заряд еще остался возвращаемся нажимаем отлично отработал все что нужно я сделал надеюсь мне сейчас на голову не грохнется двигатель подбираем теперь давай домградом пользоваться зато у нас болтарец на все случаи жизни все и теперь в реальность я смогу увидеть те самые два воспоминания это и был красный дом и тогда я поняла это тот самый дом ответы были совсем рядом погребены под пеплом должно быть хоть что-то остаться так все сейчас сделаем думаешь что все выдержишь то слышишь как они орут почуешь запах горячего мяса и все мне выложишь еще будешь умолять меня тебя выслушать боже мой внутри были дети неужели она и я короче два ребенка каких-то сгорело так давай второе воспоминание теперь посмотрим но можно конечно еще здесь пройтись по поляне может быть что-то и найдется туда никак но единственное воспоминание вот доступно это здесь канистра кто-то поджег дом с помощью этой канистры ну мужик какой-то и поджег а где вот нашлось склятые выродки дом эти вы особенные ничего ничего гореть будете как обычные люди господи да кто это такой а теперь наверно сам дом нужно ой стой что-то есть еще спички наверно сжигалка бензин сам себя не подожжет посмотрим кто-то такой на самом деле ублюдок заперто значит хочешь сам попробовать вперед нет я это представляете предоставляю тебе мне больше нравится быть мозгами нашего дуэта у меня есть идея давай ну или так да да так тоже сойдет так что у нас тут черт я знал что от него будут проблемы так служба безопасности этот сопляк опа нельзя так говорить о государственных служащих товарищ хм кто же поджигатель тот который с палкой просыпайся товарищ социализм социализм сам себя не построит черт ты не знаешь с кем связался парень еще как знаю я давно за тобой слежу Томас твое дело для меня уже практически хобби да тогда какого цвета на мне трусы а шутник обожаю эту песню а ты товарищ пошел ты сыграем в игру называется что важно для Томаса итак нацисты нашли тебя в Варшаве сколько лет тебе было тогда три года сначала они хотели тебя убить но передумали они узнали про твой потенциал и решили его использовать а потом раз и война кончилась приходит красная армия и они держали меня под замком много лет проклятые нелюди они проводят важные исследования пытаются понять что же делает тебя таким особенным они не 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 перчатки прикольные и что же это на вашу свою спроси на вашу свою спроси нравится тебе такое да делает людям больно как тем ученым сколько тебе было восемнадцать я видел снимки признаться даже меня впечатлило а я уж что знаю как сделать человеку больно погоди я тебе еще и персонально продемонстрирую и вот тебе удалось выйти на свободу правда пришлось все время скрываться и надо же у тебя почти получилось но черт тебя дернул опять применить свою силу и на ком на лучшем дружке ричарде да да я знаю ты хотел отомстить могу понять я бы тоже сделал все ради своего ребенка что угодно не трогай моих детей детей ну да сколько боли ты готов выдержать чтобы их спасти чем ты готов ради них пожертвовать может быть свободой отпусти урод я так и думал я тебя отпущу я оставлю тебя я оставлю тебя но сначала расскажи мне все все о своей силе а ты заставь давай штукишка танка ударь меня ударь меня я уже думал ты никогда не попросишь хрясь отдохни томас когда проснешься тебя будет дать настоящая боль ну вот он сходил поджог с этот дом красный просыпайся соня время не ждет что что ты вот сам посмотри ублюдок чертов псих отпусти меня они еще там томас ну теперь ты мне покажешь скажу товарищ что угодно ну ну наконец-то я уже думал не дождусь так надо шевелиться хорошо что здесь время течет иначе хорошо что здесь здесь время течет иначе у меня есть еще шанс их спасти что генри делу время короче мы играем за томаса а генри это тот кто спалил дом ланом давай узнаем что важно для тебя как вперед мы по какой то по какому то архиву бегаем не перебраться придется что нибудь придумать как этим пользоваться а вот подожди что то происходит да у нас томас какой то я смотрю прям и сильный дядя кто там кричит здесь еще кто то ну да я заметил какое то большое животное да он огромный собака что ли ходу передвигается на четырех конечностях как медленно он бегает Ну, надеюсь, в катсценах он будет это делать чуть быстрее. Оп, 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 оп. Ну, здесь упасть нельзя. Тут можно расслабиться чуть-чуть. Какой медлительный, дядя, она серьезно. Давай, давай, давай. О, лошадка, кстати, детская. Так, можно в окошко, дверь. Что еще тут есть? Вот отсюда, наверное, да, начнем? Вот ты где? По крайней мере, эта часть, которая мне нужна. А кто это, я не понимаю. В прошлом какой-то мальчик. Дело номер 7352-3. Условное название мясник. Подозреваемый Якоб Уилк. Подозревается в хищении, подлоге, незаконной этой горли. Следователь Генри Уилк, старший инспектор. Вот, значит, да, у нас старший инспектор зачем-то нас бил, сжигал дом. Какой сердобольный дядя. Интересно, зачем, для чего. Пока только одни загадки. Закрыто. А что нужно? Чтобы открыть, вынести стекло, сомневаюсь. Что нужно для этого? Здесь у нас, может, я что-то... А, вот еще. Вот это пропустил. Магнитная лента. Ладно. Еще что-то можно на столе захватить? Вот, сюда поставим ее. И запускаем. Знаешь, зачем ты здесь? Я в эти игры не играю, Генри. Я тебе не Генри. Агентство поставили в известность о том, что ты крал мясо у рабочих граждан республики. Даже не знаю, с чего бы они так решили. Ты вел себя, как дрянь. Просто переходи уже к делу. Учитывая твою профессию, у тебя были все возможности совершить преступление. Это государственное преступление. И оно карается смертной казни. Что скажешь в свое оправдание? Прости, Генри. Серьезно, смертная казнь за воровство мяса? Или он что-то другое сделал? Вот, дверь открылась. У нас же за стенкой была комната для допоросов. Вот. Видимо, она испарилась. Там печатные машинки, что ли, работают? Ой, кто-то сзади. Беги быстрее, мужик. Ну, шевели какой-то... А, нет, не сзади. Я только сейчас это чудище там рассмотрел. А, нет, не сзади. Это талонная какая-то или морг. Что это такое? Ну, пока я вижу только вот одну вещь, которую можно точно взаимодействовать. А, вот еще что-то. Талоны на питание, выданы правительством Польской Народной Республики. Кстати, что там можно? Мясо, мясо. Это талон на мясо. Видишь ты? А, так это... Это не морг, это скотобойня. Они прям что-то развивают. Я смотрю тему воровства мяса. Подожди. По-моему, опасно на свет идти. Вот ты где. А... Там кого-то режут. А кто светит-то? Так, а ты-ты-ты-ты-ты, я умираю на свету. Я знаю, что ты здесь. Ты очень плохо себя вел. Сейчас, подожди. У меня картинка восстановится. Надо пробегать, короче, вперед. На свету, оказывается, у меня персонаж умирает. На пролом не пройти, да? Давай, 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 давай. Оп. Что-то мне задается, надо немножко передохнуть. Между, между лучами. Кстати, он может присесть? Нет, не может. Давай, 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 побежали. Не, не сюда, не сюда. Быстрее, только присаживайся. Так, все, засчитали. Надо подождать немножко. Все, у меня цвет вернется. О. Ну, это прям стелсом каким-то не назовешь. Просто главное не торопиться. Это странно, конечно, но ладно. Нажмак на кнопочку. С уши поехали. А туда, наверное, нельзя будет пройти. Ну да, по классике. Невидимая стена. Мы сейчас с помощью этих туш будем прятаться от лучей опять. А ну, вылезай. Сейчас уши проедут? Только я не вижу. Что-то, чтобы они где-то ехали. Может быть, дальше? А где туши? Я же их запустил. А что, они куда-то дальше просто уехали? Проверим. Проверим. Туши никаких не едет. Может быть, еще... Не, давай еще раз туда сходим. Возможно, я где-то что-то не прожал. Торопился. А, тут недалеко. Главное, чтобы у нас мужчина этот с усиками не бегал, как будто в штаны насрал. Будет вообще замечательно. У нас же эти туши не на время передвигаются, правильно? Ну, типа, нажал кнопку, и они там три минуты едут, потом останавливаются. Они перестали ехать. А вот где проход. Я дум... Ладно. Я думал, иначе все будет. Причем, я же пытался с другой стороны пройти. Там не было этого. Почему именно туши, правда, нельзя было пройти с левой стороны, а именно с правой надо. Еще подождать, к тому же. Странные они какие-то. Не очень логичные. Тут балансировать надо. Давай, а то я упаду прям в хрюшек резаных. Давай, 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 давай. Нормально. Теперь. Я думал, присаживаться надо будет. В ощущении, что это детский какой-то чемодан. Всяко-всячины полно, ничего ценного. Твердая рука. Уверенные движения. Поперек волокон. Только поперек. Вдоль нельзя. Только поперек. Вдоль нельзя. Инструкция, как свиней разделать. Еще что-то можно тут посмотреть. Из чемодана взять. Нет? Нож можно взять. Твердая рука. Верное движение. Но то же самое, что в записке было написано. А, нож нельзя взять? Очень зря, кстати. Оп. Воспоминания впитали какое-то. Что-то на скотопойне мальчик какой-то жил. И учился свиней резать. Отсюда и воспоминания волшебные. Ну, где ты? Да я-то здесь. Подожди, мужик. О, он, кстати, быстрее бегать начал. Что случилось? Наверное, праздник какой-то. Ну, теперь точно. А, мне даже и лучше не мешает. Давай. Бам. Проходим. Единственное, что помогает эта медленная беготня это рассмотреть медленно. Ну, все рассмотреть, короче. Все, что сделано. Рудами. Разработчиков. Так. Мы в той же комнате. только тут теперь свиньи. Хорошо. Очень хорошо. Видишь, как все просто, когда ты делаешь, как сказано. Тут даже какой-то сюрреализм начинается. Свиньи бьются, стекла превращаются. Ладно. Сейчас объяснят, в чем дело. Патриотизм сильнее родственных уз. Не часто увидишь такое самоотверженное проявление патриотизма, какое продемонстрировал нам в последнее время старший инспектор Генри Вилк. Простой офицер гражданской милиции внес свой вклад в строительство светлого завтра польской народной республики путем отказа от своих преступных родственных связей. его расследование на шумевшего мясного дела закончилось рядом арестов, в ходе которых за решетку попал и отец Генри, якобы Вилк. В число нарушений, обнаруженных офицером Вилком, входят коррупция, хищение высококачественных мясных продуктов и подмена их продуктами низкого качества. Помимо якобы Вилка задержано еще некоторое количество виновных, в том числе четыре директора мясного производства и несколько управляющих магазинами. Суд над ними пройдет в будущий четверг. Если подсудимые будут признаны виновными, вероятнее всего их ждет смертная казнь через повешение. Офицер Генри Вилк прокомментировал это так. Я поступил по справедливости. Это слова истинного патриота. В общем, ладно, мальчишки-бальчиш папку сдал. Анаксиву дали ему какую. Достоверение личности в 79-м году выдано действительно до 90-го года Министерство внутренних дел Генри Вилк, служащий службой безопасности. Странно, почему за мясо такое суровое наказание. Как бы, ну, коррупция, стран, стран. Высшая мера наказания за такие не очень, скажем так, жесткие грехи. Тут все, взять-то нечего. Сейчас нас будут ребенками душить, наверное, объяснять всю подноготную. Давай. Уилк, верно? Генри Уилк. О чем вы? Сразу к делу. Без страха и сомнений. Если бы вы хотели меня убить, вы бы меня уже убили. Что вам нужно? Хочу предложить вам на работу. Я слушаю. Я уже давно работаю в этой сфере. Я неплохо разбираюсь в людях. Знаю, что для них важно. Видеть их потенциал. Согласен. Но с одним условием. Таким. работе, которую я для вас выполняю, никто не должен знать. Обычно так и есть. Я настаиваю. В противном случае я спешу все это на вас. Добро пожаловать на борт. И все. Это все условия. Никто не должен знать. Если они ему набрали. Хочешь, чтобы я пожалел тебя, Генри? Посмотрим, что из этого выйдет. Ощущение, что это он маленький там. Ну, не факт. Пока смутно что-то как-то. Повествование идет. Коридор. Рассказ. Коридор. Рассказ. Эти унылые забеги. Чего он всегда двигается с разной скоростью? Стоим, что мы будем с этой собакой драться. Если это собака. Цербер какой-то. ау и звуки я вижу что-то можно там отодвинуть давай-давай-давай-давай ну давай двигай такое ощущение что разработчики тянут время слышал когда-нибудь о Неве особое задание майор Генри Вилк в доме отдыха Нева под Краковом был замечен фигурант местные следователи сообщили о странном деле в котором замешан художник конфиденциально его обнаружили он был жив когда его обнаружили он был жив но оказался в вегетативном состоянии подозрения в действиях насильственного характера не подтвердились так как осмотр не выявил признаков травмы головного мозга возможно связь с делом близнецов познакомьтесь с файлами конфиденциально работайте тихо и чисто мы готовили вас именно для этого примечания настояльно советую ознакомиться с записками советского ученого обнаруженным в 1950 году во время конфиденциально вам разрешен доступ к архивным данным номер 1138 только вам Вилк работаете дальнейший инструктаж получите у куратора что это объект продолжает проявлять сильные сверхъестественные способности утверждает что с ним общается другой конфиденциально посылая ему видение рабочая теория подозрения на связь с конфиденциально возможно установлены в результате клинической смерти для подтверждения теории раскола необходимы дополнительные тесты ощущение то что словом конфиденциально они маты запикивали но эта штука перемещается на четырех конечностях кажется но у него по моему еще руки дополнительные есть сеанс прерван из-за инцидента в испытательной камере во время введения назначенных веществ следующий ведущий ученый доктор конфиденциально вошел в прямой телесный контакт с объектом конфиденциально был немедленно госпитализирован несмотря на отсутствие признаков физической травмы он впал в вегетативное состояние в котором находился до сих пор дальнейшие сеансы приостановлены на неопределенный срок что ж да ладно не страшно уже она мне урон нанесла как-то камера немножко цветность потеряла что я здесь должен вот письмо какое-то примечание к переназначенному на сегодня сеансу несмотря на увеличение дозировки объект остается чрезвычайно опасным и во время испытаний его необходимо сдерживать как физически так и морально применяются повышенные меры безопасности ну по классике нам лору весь замес сюжета конец сюжета все вопросы разъясняют по этим разъясняют по запискам в какой-то сюрреалистической реальность ну вот это двигать можно так это это кстати не тот он меня сейчас убьет и у меня не двигается предмет да он меня не убил почему то давай сокин дозин поймай меня если сможешь смелый какой кафе двигать умеет правда у меня это кое-как наверное получилось это маленькие какие-то собаки с головой черепа так ты давай не падать вот большой шкаф который можно будет уронить у едва увернулся да ладно он по скрипту выбежал уронили баста карапузики шкаф лежит ну давай 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 пока встанет да смотрится ну где ты сволочь четвероногая сейчас появится подожди ну хоть какой то геймплей добавили шкафы двигать можно здесь ты меня не достанешь а странно он почему-то пошатывается хотя я вообще стик не трогаю прям на него уроним туда тебе и дорога это все что надо было сделать то есть меня минут 20 сейчас пугали вот этим вот монстром чтобы я просто на него за секунду шкаф уронил мама папа я папа чё-то весь в красном одна мать нормальная и ребенок инвалид я сегодня уезжаю каким командировка без предупреждения ничего не поделать ого не хочешь с ним попрощаться не не думаю что это хорошая мысль у меня голова работает забита ясно или все-таки нужно думаешь стоит как хочешь дорогой саймон ты где это металлическая или нет ощущение что сабля это деревянная папа у него привет сынок ты опять уезжаешь папе надо на работу а когда вернусь поедем с тобой на рыбалку хочешь не люблю когда ты уезжаешь знаю знаю но иногда папа должен работать это очень важно для нас сам же понимаешь да я да папа ну да чё поделать работать надо я думаю парень то не маленький должен понимать что в магазинах бесплатно ничего не дает а мы мы дошли до какого-то большого здания неужели но коридора не закончится скорее больше сюра добавится это тюрьма какая-то да кто же этот парень который сидит это он же а вот так у вас получилось вы успели ага иди сюда теперь все будет хорошо я тебя освобожу нет чудовище оно нас не пустит не волнуйся парень чудовище тебя не тронет я с ним разберусь а может он вам он сам с вами разберется что ты сказал что ты за тварь и что ты надеялся тут найти угрызение совести невинного ребенка под личиной чудовище нет здесь никого какого ребенка здесь только я твои штучки на меня не подействует старик нет господи о нет так а может быть еще можно детей-то спасти хотя так можно и самому погибнуть папа лили марианна дети выжили значит девочка печаль это все-таки получается сестра в этой ожоге горели вместе но обе выжили я вспомнила это он во всем виноват он томас томаса больше нет опоздала девочка это ты ты пытался нас убить что ты с ней сделал что ты сделал сделал с лилианной я я был уже мертв твой папаша об этом позаботился а ты не знала какая прелесть малышка марианна забыла родного папочку тогда кто кто ее убил я видела ее призрак что с ней случилось понятия не имею может это была сиделка художник под кроватный монстр а может быть ее собственный папуля что за чушь ты несешь он пытался спасти нас спасти ее но возможно это и было спасением господи это безумие да здесь всем им насквозь пропитана безумие боли страдания они витают в воздухе вдохни поглубже а которые не не это не 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 а Стараться навсегда. Нет, стой! Что ты делаешь? Я отправляю тебя туда, где тебе и место. Генри! Это был Генри, определенно Генри. Томас Рекович, мой отец. Это он тогда был на пирсе? Он держал пистолет? Он убийца из моего сна? Но как? Почему? Я должна была узнать, что случилось после пожара. Что случилось с ними? И со мной. Короче, Генри у нас взял свет и пропал. Я думал, мы хоть подеремся с ним, что ли. Зачем тогда, интересно, отец решил убить вторую дочь? Раскройте секреты дома Томаса. Подожди. Так, Марьяна, сосредоточься. Когда-то это был и твой дом. Нужно найти, за что зацепиться. Так, там мы в астрал войдем. Подожди, начало тут. Семенная фотография. Жаль, что ее просто оставили здесь и забыли. Причем Марьяна с левой стороны, по-моему. Потому что на пирсе была маленькая девочка. Еще одна фотография. Почему-то мне не хочется оставлять их лежать здесь. Не хочется, так возьмем. Это что, кукольный домик? Как он пережил пожар? Заперто. Как бы его открыть? Мы его в астрале откроем. Вообще, по-любому. Гадалки не ходить. Все фотографии. Думаю, нужно найти для них подходящее место. А, надо расставить их. Я не знаю, только в какое последовательность. Имеет ли это значение? Вот, теперь правильно. История семьи Рековичей. А, я случайно это, кстати, сделал. Огонь зажегся. Хорошо. Сильно обгорело, но еще мне пригодится. Ну да, она же в начале игры говорила, что бабочек когда-то собирал. А что, с собой взять-то не хочешь? Ладно, как хочешь. Ты-то красиво сделала на красный, прям на сером фоне. Там в подвале что-то есть. Но надо как-то туда потом попасть. Она на нее волком смотрит. Ненавидит ее за то, что с тобой случилось. И думает, что она во всем виновата. Как будто она сделала это специально. Она еще маленькая. Ей нужно время, чтобы понять. Но иногда мне страшно. Вдруг она что-нибудь с ней сделает. Я убеждаю себя. Она бы никогда. Но все же, я лучше любого знаю. У всех свои демоны. Так, вроде все. К домику давай попробуем. Костер зажегся. По-моему и домик. Нет, домик не заработал. Ладно. Полетели туда в астрал. Что делать? Что-то туда смотреть. Прям поглядывает. Украдкой. Нет, и туда, кстати, не пройти. Ничего не подобрать. Ладно, давай в астрал полезем. Посмотрим, что там есть. Ну, посмотрим, что найдется на той стороне. Я вот не знаю, я на время двигаюсь или нет. Я уже забыл, как это работает. Зеркало есть какое-то? А, нет. Бабочка. Декоративная бабочка. Сдается мне, ты не то, чем кажешься. Но мы ее потом туда прилепим. Это все, да? Что, какие-то символы? Возможно, головоломкой пахнет. Вот сюда можно пройти? Нет, забор. Что-то не густо. В реальном мире там, в мире как-то побольше помещений. Ранно, будто чувства отпечатались на стенах. Ну, типа свадьба, рождение ребенка, семья. Выглядит до жути знакомо. Это маска ее сестры. Вроде все. Ладно, полезли обратно. Ну, бабочек, понятно, наверное, сюда все-таки можно применить. Кукольный домик. Он открылся. Он прям настоящая копия нашего дома. Кажется, сюда можно что-нибудь повесить. Болторез? Я ничего предложить больше не могу. Хм, зеркальце. Интересно. А что, если сюда его повесить? Странно, как будто что-то изменилось. Полезли-ка мы в астрал опять. Мы перемещаем в зеркальце и перемещаемся в другие комнаты. Ну, точно. А, я так и знала. Зеркала, кукольный домик, все связано. Эта комната кажется мне знакомой. Ну, это спальня. Что можно тут сделать? Бабочку сюда повесить? Маску? Нет. Причком прочный. Я его не прорежу. Надо, чтобы кукол созрел, когда я повешу что-то туда еще. Еще одна бабочка. Мне прям надо коллекцию бабочек собрать. Скорее всего, три штуки, не больше. Четыре. Заперто. Четыре ячейки. Видимо, для четырех бабочек. Ой. Не знаю, есть ли в них разница какая-нибудь. Так. Ничего же не изменилось, да? Ладно, кусочки головоломки собираются потихоньку. Сейчас давай полезли в третью комнату. О, кошки нашлись. Одна. Только что уже не было кошек. Там одной не хватает тогда. Ладно. Ага. Это общий инвентарь. А с этим домиком только болторец, либо этот. Либо зеркальце можно применять. И что вы думали? Так, ладно. Подожди. Подожди. Ничего не поменялось. Здесь. Тоже ничего. Блин, ну зачем-то же эта штучка нужна. Дощечка эта. Как-то же она должна работать. И вот там точка какая-то загорается. Что если этот дом немножко обойти и туда вот как-то попасть? Не, видимо... Не, меня туда потом только загонят. Попозже. Я попаду в подвал каким-то образом. Потому что там есть предмет. Это... Но... Эта комната будто гонит меня. Будто не хочет, чтобы я в ней находилась. Комната, говорит, гонит. Ну потерпит немножко. Вот туда мы рыбу повесим. Кажется, это не отсюда. Вот туда мы рыбу повесим. Вот еще одна бабочка, наверное. Они все в коконах. И еще одна. Нам нужно две бабочки найти. Последняя, наверное, бабочка у нас все-таки... В комнате над кроватью. Ненавижу вас. Всех вас ненавижу. Вы ничего не знаете. Вы не понимаете. Я понимаю. Чик. А там еще маска. Еще одна маска. Не об этих ли друзьях говорил о печали? Прошу, а две маски? Третья будет? Там что-то есть. Ну давай за ним. Так вот я хочу еще вот сюда посмотреть. Вот этот уголок. Чего нет? Маски. Что это? Чьи питье с дьяволом? Давай маски сюда одевать. Я, говорит, знаю и я понимаю. Я чувствую твою боль. Давай. Что это за черт? Значит, на третью куклу. Покажем им всем. Так, мне теперь обратно надо. Тут чуть-чуть время тянут. Примаски не дают. Отсюда перевешиваем обратно. Вот сюда. Вешаем рыбу над кроватью. И у нас открывается проходок. Еще один кокон. И бабочку. Она мне не нужна. Это из-за нее моя мама умерла. Я ее ненавижу. Лучше бы она сдохла. Лили, я... Лили, я... Но я не виновата. Что со мной происходит? Лили, надеюсь, это последняя. Лили почему-то обвиняет Марианну в убийстве матери. Ничего, где-то я ошиблась. Какая последовательность тогда у бабочек? Желтая, синяя, красная. Желтая. Я должен угадать просто последовательность. Ну ладно, бабочки все на месте. Хорошо. А, белая. Синяя. Красная. Желтая. Мм. Это подсказка должна быть, что ли? Мм. Так. Вот это с круглыми крыльями. Вот очень похоже на вот эту. Здесь крылья более поострее и с хвостиками какими-то. Я думаю, это вот это. Здесь полузакругленные крылья. А здесь все как размашистые крылья. Ты че? Я же вроде верно их поставил. Давай мы встанем и поменяем. Вот эти. Вот с этими двумя я уверен вроде как. Давай мы вот это вот сюда синюю поставим. А сюда вот эту. Немножко ошибся. Спасайся, позволь, я помогу. А она? Брось ее, пусть горит. Боже. Дайте маск. Не дома, кладыще эмоций. Согласен. Все, теперь надо возвращать обратно в зеркало. Согласен, почему мы не активно комнатой вот этой пользовались. В основном только вторые две. Ну, следующие две. Но я не могу ее тут оставить. Она же умрет. Ну и хорошо. Помнишь мамочку? Это она все виновата. Нет, нет, она моя сестра. Тогда освободи меня. Я спасу вас обеих. Ай, бежим. Ай-яй-яй-яй-яй. Как они неожиданно живут. Все. Хана разбилась в зеркало. Вот черт. Эта тварь появилась из нее. Купила себе свободу нашими жизнями. Лили, нужно поскорее ее найти. Найдем, конечно. Он где-то там. Я это знаю. Доказательство тот факт, что я сижу и пишу это. А не пуская слюни в уголке. Его просто надо найти. Забавно. Я всегда хотел казаться один. Одним единственным. Теперь я думаю, что нас не было двое. Может быть, он просто в две стороны одной монеты. В любом случае, он мне нужен. Я себе нужен. Чтобы спасти ее. Так. Сколько у нас тут ходов? Вот я отсюда пришел. Вот там проходы. Здесь проход. Обычно тут тупики и немного всего. 27 февраля. Сегодня у нее день рождения. Но в этот день я всегда вспоминаю, как впервые ее увидел. Очаровательное крошечное существо. Тогда я бы все отдал, лишь бы быть обычным отцом. Лишь бы заставить другую часть меня умолкнуть. А теперь я пытаюсь вернуть эту часть. Чтобы помочь ей. Чтобы спасти ее. Кажется, я все-таки нашел способ. Риск большой, но это единственный шанс. Если не получится. Нет. Все получится. Должно получиться. Отец решительно настроен. Вытащить из себя, типа, хороненую вторую сущность. Агрессивную. Как двуликий. Вот. И тем самым помочь своей дочери. Кто-то тапок пожевал. Лили, расскажи мне о пожаре. Вы были заперты одни. Нет. Не одни. Нет. Кто еще там был? Голос. Я его не звала. Но он все равно пришел. О, Лили. Так, подожди, подожди. Я не хочу туда заходить. Потом. Я еще там не все смотрел. Так, ну давай сначала вот в этой комнате. Папа, а где Марианна? Она пока остается в больнице. Она выздоровеет? Я хочу к ней. Марианна спит. Врачи пока не знают, когда она проснется. Я была в коме. Вот почему я ничего не помню. Ну, она получила Марианну в детстве, ну, вот во время пожара много ожогов. Отседоком была. Лили, послушай, пойдем со мной, это важно. Папа, а куда мы идем? Прости, маленькая моя. Прости меня. Томас, что ты с ней сделал? Ага. И зачем ты ему еще шприц понадобился? Она больна, но не физически. Он был прав. В ту ночь в ней пробудилось что-то ужасное. Оно пожирает ее изнутри. Пытается ее силами. Она угасает. Я должен что-нибудь сделать. Мы должны что-нибудь сделать. Так, ну, вот в этой комнате вроде все. Короче, есть у нас еще один проход вот сюда. Тут еще предметы и воспоминания. Болторез, конечно. Болторез для всего тут вообще. Пусть почти ничего не разобрать, но кое-что еще читается. Квитанция, дело времени, магазин часов, Краков, улица Гродская, заказ 342, стоимость 3600 златов, дата 14.04.76. Ремонт часов. Ее сделали с любовью, но и печаль на ней тоже отпечаталась. С Газафиной, медвежонок. Десять лет. Надо же, как время летит. Вот тебе подарок, чтобы следить за ним. Люблю тебя. Ну, отец часы подарил. Все? Ничего больше с коробочкой делать не надо. То есть, для квитанции часов и коробочки сделали целую комнату. Ну, финал рядом. Ого, серьезная штука. Похоже, у военного назначения. Летая сталь. Кодовый замок. А какой может быть код? Подожди, мы сейчас посмотрим этот код, наверное, на какой-нибудь... Ну, в этом, в этой комнате. Ну, в этом помещении, я должен, думаю, быть код. Нет, пока не видно. Цифры могут, да, просто быть не совсем приметными. Девятнадцать семьдесят шесть код. Либо дата ее рождения. Четырнадцатая. Да, четырнадцатая, ноль четвертая. А сейчас по-любому было... Ну, по классике, наверное. Так, один, давай. Один. Девять. Семь. Тесть. Нет. Пятырнадцать. Ноль. Пятыре. А если наоборот? Четыре. Тоже нет. Я хочу еще раз записку глянуть, наверное. Так, это медведь. Да. Шприц, медведь. Вот еще раз. Та-да-дан-да-дан. Спернадцать. Четыре. Еще девятьсот семьдесят шесть. Может быть, трех цифр достаточно. Это уже может быть вполне. Не-а-а. Код четырехзначен. Код четырехзначен. Каким запискам я должен тогда ориентироваться? Это должна быть какая-то дата. Единственная дата, которая тут есть — четверо-плачное число — это 1976-й. Речь идет о дне рождении. 1966 — десять лет ребенку исполнилось, и он на этот годовщину подарил ей часы. Но основное — дата же имеется рождение. Один, девять, шесть, шесть. Ну что ж, назовался груздем, полезай в короб. Посмотрите красный дом. Опять? Марианна. Опять ты. Я знал, что ты придешь. Туда, где он нас держал. Запер на столько лет. Меня и ее, но не тебя. Где ты была? Нет, 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 нет. Это еще не конец. Я конец всего. Черт, как же избавиться от этой твари? Открывай от этой тварины. Ну этот дьявол у нас будет дальше сейчас кошмарить. Дело сделано. Они никогда не узнают. Они не должны узнать. Они не поймут. Они никогда меня не простят. Но они в безопасности. Остальное не имеет значения. Разделение. Другого выхода нет. То есть, получается, за нами все-таки бегает сестра, да? В игру. В виде демонов. Это ее, наверное, какая-то безумная сущность. Так, ладно. Мы туда пойдем дальше. Исследовать уже в другой серии. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем удачи. И пока.